Здравствуйте! Предлагаю вам рецепт очень вкусного хлеба. Я дала имя этому хлебу конопушка, потому что если правильно выпекать этот хлеб, вся его верхушка будет усыпана очень симпатичными конопушками. Готовить этот хлеб мы будем на пшеничной закваске опаре. Она у меня созревала ровно 8 часов на ржаном стартере. Сейчас она у меня находится на самом пике созревания. Посмотрим, как она будет держаться на воде. Добавляем в закваску опару воду в соответствии с рецептом. Видно, что закваска опара прекрасно держится на поверхности воды. Перемешиваем смесь до однородности. В дежу тестомеса выкладываем разведенную водой закваску опару, добавляем соль, любое растительное масло. Высыпаем обязательно просеянную белую пшеничную муку. Вымешиваем в тестомесе 5 минут на второй скорости. Тесто для этого хлеба должно быть очень жидким и очень липким. Готовое тесто выкладываем в миску, смазанную растительным маслом. При работе с таким тестом желательно руки смазывать маслом. Сразу же тесто попытаемся округлить, собирая его края к центру. Тесто настолько жидкое, что форму не держит совсем. Несмотря на то, что сделать это совсем непросто, но тем не менее, тесто нужно попытаться перевернуть на другую сторону. Накроем тесто и оставим его для брожения при комнатной температуре на 1 час. Через час сделаем тесту первую обминку. Смазываем руки растительным маслом. Берем тесто за один край, вытягиваем его и складываем к середине или к противоположной стороне миски. И так по кругу. В завершении обминки тесто переворачиваем, накрываем и оставляем еще на час до следующей обминки. Через час все повторяем. За все время брожения теста эта процедура должна быть выполнена три раза. А это у нас уже третья обминка. Я ее показываю для того, чтобы вы увидели, как поменялась структура теста. Тесто увеличилось в объеме, уже не так растекается по миске. Оно уже держит форму. Это значит, что у теста уже хорошо развелась клейковина. Накроем тесто и оставим его минут на 30 для отдыха. В общей сложности тесто расстаивалось примерно 3,5 часа и за это время увеличилось в объеме раза в 3. Выкладываем тесто в круглую форму для выпечки, покрытую пергаментом или смазанную растительным маслом. В качестве формы я использую чугунный сотейник диаметром 28 сантиметров. Можно использовать сковороду со съемной ручкой, кастрюлю. Накрываем форму и оставляем тесто для окончательной второй расстойки при комнатной температуре примерно до полутора часов. После второй расстойки тесто увеличилось в объеме, покрылось все пузырьками. Это наши будущие конопушки. Чем больше пузырьков, тем больше конопушек будет на хлебе. Перед выпечкой форму с будущим хлебом нужно обязательно накрыть крышкой из жаропрочного материала. У меня крышки нет под эту форму, поэтому я использую сковороду со съемной ручкой такого же диаметра. Отправим эту конструкцию в холодную духовку. Выставим температуру на 200 градусов по Цельсию. Выпекать будем первые 30 минут под крышкой. Затем крышку нужно будет очень аккуратно снять, чтобы не обжечься и выпекать хлеб еще 40-50 минут. Хлеб готов, когда его верх зарумянится и покроется золотистыми конопушками. Многие меня спрашивают, можно ли печь подобные хлеба без крышки. Нельзя, это будет уже совершенно другой хлеб. Хлеб остыл, теперь его можно взять в руки. Вот такой получился наш хлебушек. Воздушный, практически невесомый, с золотистой корочкой, с потрясающим ароматом. Как всегда, я отрезаю от хлеба несколько кусочков, чтобы посмотреть, какой хлеб внутри. Слова тут излишни. Понятно, что этот хлеб долго не залежится. Очень хочется, чтобы такой хлеб было на вашем столе тоже. Приятного аппетита! Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok